Девушки отдыхают Носите ордена, они вам за победу, за раны ваши честные даны. Носите ордена, в них теплятся рассветы, что отстояли вы в окопах той войны. Девушки отдыхают В ЦИК был учрежден первый орден Советской Республики. Им стал орден Красного Знамени. Так уж распорядилась история. Первым советским орденом суждено было стать ордену Красное Знамя. Этот знак отличия присуждается гражданам Советской Федеративной Республики, проявившим особую храбрость и мужество при непосредственной боевой деятельности. Так говорилось в декрете в ЦИК. Кавалерами четырех орденов Красное Знамя стали герои гражданской войны. Василий Константинович Блюхер, Иван Федорович Федько, Ян Фрицевич Фабрициус, Степан Сергеевич Вострецов. В апреле 20-го года в ЦИК утвердил почетное оружие как награду исключительную. Им награждался высший командный состав Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Наградное оружие украшал знак ордена Красное Знамя. Следуя примеру Российской Республики, правительства Азербайджанской, Армянской, Бухарской, Украинской и других республик учредили свои ордена. Ими награждались бойцы и командиры Красной Армии за отличие в борьбе с интервентами, белогвардейцами и бандами басмачей. Год 1924-й. В связи с образованием СССР учреждается орден Красного Знамени, единый для всего Советского Союза. В памятке, которая вручалась награжденным, были слова. Тот, кто носит на своей груди этот высокий пролетарский знак отличия, должен знать, что он из среды равных себе выделен волей трудящихся масс, как достойнейший и наилучший из них. Воспитанник бригады Коля Черепанов стал краснознамёнцем совсем в юные годы. В боях с врагами героические подвиги совершали не только отдельные бойцы и командиры, но и воинские части и соединения. Уже в первые годы борьбы с фашистскими полчищами за отличные боевые действия орденом Красного Знамени были награждены многие полки и дивизии. Награждённые части именовались краснознамёнными. Не ради наград, а ради свободы и счастья родной земли служили и служат советские солдаты. Подвиги генерал-лейтенанта Бурцева в годы войны Родина отметила многими наградами. А в 1967 году за успехи в освоении новой сложной техники и поддержание высокой боевой готовности ему первому был вручён седьмой орден Красного Знамени. Товарищи, в год 40-летнего юбилея победы над фашистской Германией заслуженная боевая награда нашла своего героя ветерана Великой Отечественной войны товарища Шаурка Ивана Леонтьевича. Указан Президиумом Верховного Совета СССР от 19 сентября 1942 года он награждён орденом Красного Знамени. Товарищи, разрешите мне от имени Президиума Верховного Совета СССР вручить Ивану Леонтьевичу орден Красного Знамени и поздравить его с высокой правительственной наградой. Над страной Советов уже 40 лет мирное небо, а боевые награды до сих пор ищут своих героев. Нашла награда и бывшего участника Сталинградской битвы ветерана труда, прославленного шахтёра Ивана Леонтьевича Шаурка. Служу Советскому Союзу. Благодарю партии и правительству за высокую награду и за заботу о ветеранах войны. Великого времени, дети! Мы столь же в великом ответе за всё, что в 20-м столетии случится на этой планете. У Ордена Красной Звезды своя история. Музей боевой славы одной из школ Волгограда. В каждом его экспонате застыла память войны. Солдатская каска лежит на стекле, что дедом когда-то завещано мне. Осколком пробита и кровью залита она в Сталинградском огне. Расскажет она о боях, о Волге, о верных друзьях. Напомнит, напомнит, ребята, она, какая была война. Память войны. Она наполняет жаждой юные сердца навстречу с прошлым. Эта жажда сделала Андрюшу Фёдорова и его друзей следопытами. На этих холмах мы часто играем с ребятами. Однажды я с дедушкой гулял здесь. Около дзота я увидел, что у меня под ногами что-то заблестело. Я быстро стал раскапывать и увидел два ордена. Дедушка сказал, что один орден Красной Звезды и Отечественной войны. Мы часто с ребятами находим осколки снарядов, гильзы, солдатские каски. Это следы прошедших боев. У Вани Андрианова детство было иным, нежели у Андрюши Фёдорова. В школьном возрасте он уже совершил боевой подвиг. Ребята, это было в 1941 году деревня Новомихайловска в Подмосковье. Мне тогда, так же, как вам, было 13 лет. Фашистам недолго пришлось хозяйничать в нашей деревне. 6 декабря 1941 года наши войска перешли в решительное наступление в Подмосковье. И вот ранним утром 28 декабря я заметил, что фашисты начали спешно потаскивать в один из сараев боеприпасы, пулеметы, и я решил разведать, что же фашисты затеяли в этом сарайе. Когда я подошел к сараю, то вдруг неожиданно ворота открылись, и передо мной оказался здоровенный немец, который, недолго думая, втащил меня в сарай. В сарае горел костер, была выпилена амбарзура для пулеметов. Там были поставлены пулеметы в направлении наступающих наших войск. Но я побыл в сарае недолго, прикладом по затылку я был вышвырнут из сарая. Я потерял сознание на время, у меня из ушей и из носа шла кровь. С противоположного конца в направлении нашей деревни двигались несколько сотен красноармейцев. Необходимо их было предупредить о грозящей смертельной опасности. И я пустился бежать в направлении красноармейцев. Метров 200-250 я бежал, немцы заметили меня и открыли огонь. Я упал и продолжал холсти в сторону красноармейцев. Я предупредил красноармейцев о засаде. Тогда командир спросил меня, а они подосланы не ты фашистами. Тогда я сказал, что я пионер, что я хочу помочь вам. Тогда командир, повернувшись в сторону красноармейцев, сказал, смотри, малыш, сколько мы доверяем тебе наших жизней. И в обход позиций наши бойцы разгромили гарнизон. За это я был награжден орденом Красной Безды. Весной 1942-го был разработан проект ордена, который мог получить особо отличившийся в бою от рядового до генерала. Таким орденом стал Орден Отечественной Войны. Впервые в истории советской наградной системы в указе перечислялись конкретные подвиги, достойные Ордена Отечественной Войны. А попробуй сочти, какие подвиги были совершены на этом солдатском поле. Долгие годы на земельных картах совхоза имени 62-й армии это поле значилось мертвым. В августе 1942-го, когда фашистские танки прорвались в Сталинград, сюда была брошена группа бойцов. Перед ними стояла задача остановить врага. Враг был остановлен. По сей день здесь сохранились следы яростного многосуточного боя, родимые пятна которого хранит эта полынная земля. Ордена опаленного бояка. Словно огонь войны полыхает с этих уникальных реликвий доблести и славы. А за каждым из них стоит подвиг, стоит конкретный герой. Имена патриотов, не дожившие до победы, близки нам, как имена друзей и родных. Материнской скорби нет предела. Дни проходят, чередой идут года, стучат, стучат громкоголоса в ее огромном сердце имена. Живые и павшие это все ее сыновья. Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед. И снова чувство суеверного страха охватывало противника. Люди шли в атаку, смертны ли они? пантеон пантеон славы. Здесь на всех языках мира оставлены трогательные слова благодарных людей. Прочитаем некоторые из них. Отчизна, я дрался за тебя, не зная страха. Если потребуется, меня увидишь снова в первых рядах бойцов. Не нахожу слов, слезы мои слова. Простите погибшие нас за то, что мы за вас живем. Здесь не стыдно пролить мужские слезы. Нет сил писать. Я плачу. Я горд за наш народ. Гимном ратному подвигу советского солдата, главного героя и друженика войны, стал орден славы. Около двух с половиной тысяч советских воинов стали кавалерами трех орденов славы. Среди них четыре женщины. Медсестра Матрена Ноздрачева, снайпер старшина Нина Петрова, пулеметчица сержант Дануте Маркаускене и воздушный стрелок-радист Надежда Журкина. Послушаем ее. На фронт я пошла добровольцем. Сначала была наземная радистка, а потом стала радисткой на пикирующем бомбардировщике, на разведчике. Прошла Воронежский, Западный фронт, Прибалтийский. Мы на разведку ходили одни, без сопровождения. Много было потерь, много было и хороших, конечно, дней, связанных со своими друзьями, которые много сделали для того, чтобы я стала стрелком, потому что я была только радисткой. Я всегда с глубокой благодарностью вспоминаю своих боевых друзей и тех, кто не дожил до Дня Победы, до того мирного неба, над которым мы сегодня живем. Сделала я за войну 87 боевых вылетов, провела 30 воздушных боев. Была награждена орденом и славой всех трех степеней. Это очень дорогой для меня орден, как и для всех нас солдат. Все это делалось для того, чтобы сегодняшний наш день был мирным, счастливым, чтобы наши дети, внуки росли под голубым, ясным небом. И мне, как члену Советского Комитета ветеранов войны, часто приходится встречаться со школьниками и радостно видеть, как растет молодое поколение, наши преемники, преемники нашей славы. Хочется пожелать, чтобы они, если нужно будет, так же стойко защищали нашу Родину. Были преданные ей, безграничные ее любили. Мне в войне повезло и осталась жива, когда прилетали задания, ребята мужественные, все молодые, ведь средний возраст был от 19 до 23 лет, у них тряслись руки, ну и всегда ребята смелись, они брали папиросу и закуривали, а я вот не научилась курить в войну, и ребята всегда смелись и говорили, ну у тебя, Надежда, веревочные нервы, зато вот сейчас стала плаксой, плачу, когда пионеры выступают, когда читаю о войне, вижу фильмы. Трудная то была пора для Родины, коль женщина становилась солдатом. В жестоких испытаниях их сердца не ожесточились, не зачерствели и не обуглились, они сохранили нежную женственность и передали ее своим дочерям. Хозяйки нашей жизни, истоки нашего уважения к вам в том действительно самотверженном труде, который вы вкладывали и вкладываете в бесчисленные добрые дела на земле. Вся красота земли тобой увенчана, вся жизнь тобой просвечена и взвешена, и потому любовь пребудет вечно, поскольку есть на свете чудо женщина. награды родины. Это благодарность и признательность ее народа. Благодарность за боевые подвиги при защите отечества. Благодарность за выдающуюся военную деятельность. В этом отделе военторга всегда многолюдно. Сюда приходят генералы и рядовые, ветераны войны и те, кто совершил ратный подвиг в мирные дни. Что может быть выше и почетнее для советского человека, чем награда родины? Носите ордена и в праздники и в будни, на строгих кителях и модных пиджаках носите ордена, чтоб видели вас люди, вас, вынесших войну на собственных плечах. Орден Александра Невского. Это символично, что шесть боевых орденов названы именами выдающихся русских полководцев и флотоводцев. Эти имена прославили русское оружие. Беззаветным служением России они снискали себе добрую память и признание потомков. Орден Александра Невского был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР в июле 1942 года. Этим орденом награждались командиры, проявившие в боях личную отвагу, мужество и храбрость и умелым командованием, обеспечившие действия своих частей. Кавалером ордена Александра Невского был капитан Цибулина. В неравном бою батальон капитана Цибулина уничтожил более 400 фашистских солдат. При этом сам командир проявил личную отвагу, мужество и храбрость. За подвиги, совершенные в год Отечественной войны, было произведено более 42 тысяч награждений орденом Александра Невского. Отец, поменяемся возрастом. Тебе мои двадцать, мне твои шестьдесят. Взамен всех бессонниц твоих, твоих ран и штурма Берлина, все твое я приму как огонь на себя. Все возьму у тебя, кроме твоих орденов. Каждый сам, как высоты, завоевывает свои ордена. Орден Кутузова Кутузова первыми награждены этим орденом генерал армии Тюленев, генерал армии Пуркаев, командующий фронтами. Начальник штаба фронта генерал армии Малинин, командарм генерал-полковник Жадов. Имя прославленного полководца Михаила Иларионовича Кутузова осеняло советских военачальников, обязывало их быть находчивыми и инициативными, заставляло творчески мыслить. За эти качества Родина награждала высший командный состав орденами, названными именами великих полководцев. Орденом Кутузова первой степени был награжден в ту пору и генерал-лейтенант Баграмян за умелое и мужественное руководство боевыми операциями. Среди награжденных орденом Кутузова был и Гурген Саркисович Бурназян. Шел 1944 год. В этот период Красная армия наступала по всему советско-германскому фронту. Общее наступление войска 1-го Украинского фронта имели задачу освободить Западную Украину и выйти государством границы нашей страны. 106-й строковый корпус, которым я командовал, имел задачу обеспечить прорыв наших поисков. Мы учли богатую опыть Сталинградской бытвы, где было организовано артиллерийское наступление. И вот в этой операции мы широко использовали этот опыт. И в течение 120 минут артиллерия разрушала, уничтожала всю систему обороны противника. В результате мощной артиллерийской подготовки оборона противника была прорвана. Это дало возможность нашей пехоте прорваться стремительно на Львов. В ходе успешных действий Львов был освобожден. За эту операцию я был награжден орденом Кутузова. Орден Суворова В условиях войны особое внимание уделялось обобщению боевого опыта и разработке крупных стратегических операций. Орденом Суворова первой степени за номером один был награжден маршал Жуков. Этим же указом награждались орденом Суворова советские полководцы Василевский Рокоссовский Конев Ватутин В Кремле Михаил Иванович Калинин вручает орден Суворова первой степени генерал-полковнику Еременко. Орденом Суворова второй степени награждается генерал-лейтенант танковых войск Москаленко. А командующему третьей танковой армии генерал-полковнику герою Советского Союза Рыбалка вручается два ордена Суворова первой степени орден Кутузова первой степени и орден Богдана Хмельницкого. Каждый подвиг это то наследство которым обогащаются новые поколения людей. Генералу армии Батову есть о чем поведать молодежи. Товарищ генерал армии за какие заслуги получили ордена Суворова. Весь советский героический народ помнит Талинградскую битву. Это величайшая победа одержанная под руководством нашей партии и наших советских видных полководцев. Вот в этой битве я по существу как командарм сдавал экзамен на отец создавлялся и звание современного командарма. Наши войска провели исключительно героизм в разгроме гитлерских войск армии Павлиса на берегах Волги и Цельнграде. Я имел счастье и доверие высокое участвовать в этой битве. На главном направлении и за успешное действие получил орден Сувора в первой степени за номером 9. Второй орден для освобождения Белоруссии и третий орден восточно-прусской операции вот в целом до берлинской операции на штатинском направлении. Берите пример с этого замечательного полководца Сувора. Помните даже одно выражение его. Каждый солдат должен знать свой маневр. Не замыкайте с узкое слово солдат. Солдатом является и курсант и офицер солдатом является и генерал. Дорогие юные друзья суворовцы я к вам пришел как непосредственно близкий человек суворовцам. Я награжден тремя орденами Суворова первой степени за боевые отрытия в период Великой Отечественной войны. Именем талантливого полководца и организатора воссоединения Украины с Россией был назван высокий советский орден Орден Богдана Хмельницкого. Спасение от врагов Украина найдет только в единении с русским народом. Слова Богдана Хмельницкого были пророческими. Союз двух братских народов на протяжении нескольких столетий множил их силы для защиты от врагов. Способствовал развитию их культур. Среди награжденных этим орденом были представители всех народов нашей страны. От первого залпа Авроры до самого ближнего дня я двигался в гору и в гору ничто не сломило меня. Я был и великим и малым убитым и снова живым ведущим полки генералом и просто бойцом рядовым. В семнадцатом в восьмидесятом за крепостью крепость беря я был и останусь солдатом товарища октября. Говорят, без чувств все идеи холодны. Они светят, но не греют, лишены жизненности и энергии, не способны перейти в дело. Память вечный огонь жизни. Здесь хочется постоять, молча подумать, подумать обо всем, что было и есть, о том, что будет на земле. Кто знает, какие чувства испытывает внук генерал-лейтенанта Лукашевича, когда прикасается к подвигам деда. А для самого генерала только одна битва за Днепр это целая история. Здесь, на берегу Днепра, он совершил подвиг, достойный ордена Богдана Хмельницкого. Как будто все было вчера. В памяти до сих пор живут подробности, оттенки и краски тех жестоких боев. О, погибся дед, будет жить в веках, коль сломался он, как термин. О, погибся в городе, болезнь деван, коль сломался он, вам герой. Боевой путь советского военно-морского флота Это героический путь борьбы и побед Путь тяжелых испытаний Подвиги советских моряков и их успехи в боевых операциях Были отмечены специальными орденами 3 марта 1944 года указом президиума Верховного Совета Были учреждены ордена, названные именами Известных русских флотоводцев адмирала Ушакова и Нахимова Орден Ушакова первой и второй степени Дважды кавалерами ордена Ушакова первой степени Стали восемь человек Среди них адмиралы Головко Галлер Кузнецов Холостяков Идя в бой, моряки, как самое дорогое и святое Вместе с партийными и комсомольскими билетами Сдавали на сохранность свои боевые награды Сдавали и уходили совершать новые подвиги Под боевые знамена и военно-морские флаги Смирно! Верность флагу Родины Это одна из замечательных традиций наших моряков Орден, названный именем русского флотоводца адмирала Ушакова Был учрежден для награждения офицеров военно-морского флота За выдающиеся заслуги в организации, руководстве и обеспечении морских операций Более 250 адмиралов и генералов были удостоены Ордена Ушакова И 12 частей военно-морского флота Мы помним море в грозные часы Когда из жерла орудий било пламя Взрывались пены белые усы За пролетающими катерами Мы помним синеватый блеск торпед Что шли неотвратимо к вражьей цели Мы помним флот в годину черных бед И молодых, что в битвах повзрослели Мы любим с давних пор душою флот Дня распорядок, смелых дел безмерность И никогда, должно быть, не умрет В любом из нас морскому делу верность Нет, не стареют душой ветераны Все было тогда И горе, и боль утрат, все было Но воспоминания о прошлом высекают у нас огонь, а не пепел Потому что было главное Обжигающее счастье боевых побед Орден Нахимова для моряка почетная награда Рассказывает адмирал флота Касатонов Мы, военные моряки, гордимся тем, что в годы Великой Отечественной войны Партии правительства ввели морские боевые ордена Ушакова и Нахимова Мне посчастливилось быть награжденным Орденом Нахимова за организацию Обеспечение и управление боевыми операциями на Тихянском флоте Награждение орденом Нахимова Высокая честь для военных моряков И продолжение традиций времен адмиралов Ушакова и Нахимова На протяжении многих веков складывались замечательные традиции флота российского Русские люди горячо любили свою отчизну И ради нее готовы были на любое самопожертвование Безграничное мужество русских моряков Стало одной из славных традиций Словно в сегодняшний день обращены слова Из приказа прославленного флотоводца адмирала Нахимова Матросы, мне ли говорить вам о ваших подвигах На защиту родного Севастополя и флота Я с юных лет был постоянным свидетелем ваших трудов И готовности умереть по первому приказанию Мы сдружились давно Я горжусь вами с детства Отстоим, Севастополь! Наследники славы великого флотоводца Как наказ воспринимали эти слова в годы Великой Отечественной войны Они близки и дороги были тем, кто подвигами своими Возвеличивал славу советского флота Слова эти близки и тем, кто сегодня Своим ратным трудом продолжает и множит героические традиции Иными стали боевые корабли Иным стало боевое оружие Но неизменными остались отвага, мужество и героизм советских моряков Юным нахимовцам рассказывает защитник Севастополя Григорий Доля В этом дзоте нас было 7 матросов 18 декабря фашисты начали наступать на Севастополь Я насчитал 450 снарядов, которые ложились с храбых близких вокруг дзота Земля подымалась с вулканом, не успела осыпаться в землю Как говорится, подымались новые фонтаны Потом фашисты пошли в наступление Мы отбивались с винтовки, пулеметом Максима Но фашисты опросачивались с флангов Нас забрасывали гранатами Мы отбивались также гранатами Были ранены по несколько раз Но держались втрою Фашисты кричали «Русь, сдавай!» Мы уже продержались три дня Но моряков закон боя Ни шагу назад драться до последней капли крови Тогда написал записку Алексей Калюжный Родина моя, земля русская Я сын ленинского комсомола, его воспитанник Дрался с врагом так, как подсказывало мое сердце Моряки черноморцы, держитесь крепче Уничтожайте фашистских бешеных собак Клятву воина я сдержал калюжным Все ребята погибли Мы не отступили назад ни шагу На этом месте похоронены мои боевые товарищи Они же были молодыми такими, как вот и вы 20 лет Я был тяжело раненый Случайно остался жив На этом обелиске вы видите имена Где было и мое имя, как погибшего Все великие свершения страны советов Ее успехи и победы Неразрывно связаны с мудрой политикой коммунистической партии С именем великого Ленина Не случайно поэтому высшая государственная награда Союза советских социалистических республик Названа именем Ленина Этой высокой наградой была удостоена в мае 1930 года Газета «Комсомольская правда» Ей был вручен орден Ленина за номером один То была сенсация Небывалый международный женский рекорд Беспосадочного полета от Москвы до Дальнего Востока Этот подвиг совершил экипаж самолета «Родина» В составе Командир экипажа Валентина Гризодубова Второй пилот Полина Осипенко Штурман самолета Марина Роскова Три отважные женщины Возвеличили славу молодой страны советов Их подвиг Был отмечен высшей государственной наградой Орденом Ленина Награда, носящая имя Ленина Присуждается за особые заслуги в коммунистическом строительстве При защите социалистического отечества За заслуги перед государством и обществом В схватке с фашизмом Беззаветную преданность партии и народу Любовь к родине Проявили воины армии и флота Бойцы народного ополчения Партизаны и подпольщики Труженики тыла В годы войны Своей высшей наградой Родина отметила За беспримерные подвиги и отвагу Более 41 тысячи своих лучших сыновей и дочерей Секретарь Центрального комитета ВКПБ Александр Сергеевич Щербаков Вручает ордена Ленина раненым бойцам Хочется высказать глубокую благодарность Что вернусь в ряды действующей армии Это дорогая награда У десяти ритма и силы В борьбе с погаными Немецко-фашистскими бандитами В борьбе за скорейшее освобождение Нашей любимой Родины От коричневой чумы Орденом Ленина В числе первых Была награждена Военно-воздушная академия Имени профессора Жуковского Кузница славных офицерских кадров Маршал Советского Союза Василевский Был награжден Восьмью орденами Ленина Кавалером 11 орденов Ленина Стал маршал Советского Союза Дмитрий Федорович Устинов Видный партийный государственный и военный деятель Дмитрий Федорович Устинов Всю свою энергию Отдавал служению народу Укреплению оборонного могущества Родины И ее вооруженных сил Орден за службу Родине В вооруженных силах СССР Трех степеней Учрежден для награждения Особо печившихся воинов В деле повышения боевой готовности И освоения новой сложной техники Сегодня на наших вооруженных силах Лежит особая ответственность За сохранение мира на земле Мерой этой ответственности Являются высочайшая бдительность И постоянная готовность Дать отпор любому агрессору Первый кавалер орденов За службу Родине В вооруженных силах СССР Трех степеней Генерал-полковник Завьялов Полный кавалер этого ордена Как и ордена славы По своему положению и правам Приравнен к герою Советского Союза Он пользуется всенародным почетом И уважением Многое Очень многое должен знать и уметь Сегодня советский военачальник Советский офицер Чтобы вносить достойный вклад В дело повышения боевой готовности Наших вооруженных сил Полковник Лошкарев Был шестым среди тех Кто удостоен всех трех степеней ордена За службу Родине В вооруженных силах СССР Товарищ Лошкарев Унес достойный вклад И в дело освоения Новой сложной техники И при выполнении Интернационального долга На мундире маршала Советского Союза Рокоссовского Вы видите высший военный орден Орден Победы Этот орден был учрежден 8 ноября 43-го года Как высшая военная награда Которая давалась высшему командному составу Армии За победы В масштабе одного или нескольких фронтов Влиявших коренным образом На обстановку на фронте В пользу Красной Армии Их было всего 17 человек Кто удостоился ордена Победы За номером 1 Этот орден был вручен Маршалу Советского Союза Жукову Георгию Константиновичу Кавалерами ордена Победы Стали маршалы Конев Иван Степанович Рокоссовский Константин Константинович Малиновский Родион Яковлевич И другие Победа Это слово на одном выдохе Горласто произнесла Вся планета Оно звонким эхом отдавалось Над землей Как здравится советскому солдату Советскому народу Сестра, ты помнишь Как из боя Меня ты вынесла в санбат Остались живы Мы с тобою В тот раз Товарищ мой и брат На всю оставшуюся жизнь Нам хватит подвигов и славы Победы над врагом кровавым На всю оставшуюся жизнь На всю оставшуюся жизнь На всю оставшуюся жизнь На всю оставшуюся жизнь Горели днева Днева и Волга Горели небо и поля Одна беда Одна тревога Одна судьба Одна земля На всю оставшуюся жизнь На всю оставшуюся жизнь На всю оставшуюся жизнь На всю оставшуюся жизнь Сестра и брат Взаимной верой Мы были сильными вдвойне Мы шли к любви И милосердию В немилосердной той войне На всю оставшуюся жизнь На всю оставшуюся жизнь Запомним братство фронтовое Как завещание святое На всю оставшуюся жизнь На всю оставшуюся жизнь Редактор субтитров А.Семкин